Все страны, за исключением Швеции и Белоруссии, используют абсолютно тупо, абсолютно механистический метод, который предложил коммунистический Китай, из которого он и вырвался, и который его, собственно, и создал. В чём этот метод состоит? Это создать условия перевести население той или иной страны в состояние концлагеря и тюрьмы. То есть это называется карантин. В принципе, это тюремный режим. То есть когда государство превращается в тюрьму. То есть Китай же не победил его как таковой, этот ковид. Просто он коммунистическая партия, правящая в Китае, по сути своей, это действует как государство стационарного бандита. И Мансур Олсен как раз и описал государство стационарного бандита на базе коммунистического Китая времён Мао Цзэдуна. Именно оттуда пошло это понятие, изучение его и были исследования. Таким образом, на сегодня фактически китайское коммунистическое руководство замкнуло всё своё население в концлагерь. И большую часть посадила в систему так называемой тюрьмы. Там у кого в тюрьме камера на несколько человек, там семьи. Или как карцеры, они сидят в одиночке, там где типа этот вирус прорывается. То есть там, где они объявляют, что он опять вырвался на свободу. То есть все они ходят в масках, по сути они ходят в противогазах, если так по-простому говорить. Они разъединены, везде на каждого QR-код заведён, то есть за людьми следят. Везде стоят камеры, практически полностью жизнь людей взята под контроль. Ну фактически это матрица. Это то, что описывал Замятин в романе «Мы». Написал его в 1924 году. Представляешь, когда он уехал из этого коммунистического Советского Союза. Их там группу интеллигенции, тогда Ульянов-Бланк и прочие бандиты-большевики, они выслали их со страны. Или у Руэлла почитаем, то же самое, 1984. Или посмотрим там, где описано у Руэлла, как живут животные на ферме. Таким образом мы можем говорить, что вот эта вся система, она как бы действует только, то есть избрана модель изоляции всех людей. И вот все другие страны почему-то на базе вот этих рекомендаций ВОЗа, директив фактически, вели у себя карантин жёсткий, то есть превратили свои страны в тюрьму. То есть избрана модель бороться с этой заразой одним путём. Путём изоляции людей. Но человек же, он социальное, даже если не верить в Бога, то он социальное животное. Он не может жить в одиночку. Ему надо, чтобы было общение, он должен коммуникатировать, он должен информацией обмениваться, энергетическими импульсами, полями, взаимодействовать. И тогда он усиливается, когда он действует сообща. А если всех людей разъединить, если на каждого одеть эту так называемую маску, когда человек сразу создаётся ввести эту так называемую социальную дистанцию, то тогда практически нарушается вообще способ жизни и развития, и функционирования людей на протяжении тысячелетий. То есть нарушается его то, что человек, как одиночка, практически никогда не жил. Это только единицы, отшельники жили, идут в пустынные места. А для людей, наоборот, характерно объединяться и вместе решать проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok